Блаженная Матрона родилась в 1881 году в селе Себино Тульской области, в семье обычных крестьян. Родилась Матрона слепой, да не просто слепой. У девочки словно не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками. Именно поэтому на иконах Святая Матрона изображена с закрытыми глазами. Но родителей Натальи и Дмитрия трудности не пугали. Они уповали на свои силы и на помощь Божью. А Господь уже при совершении Таинства Крещения над Матроной указал людям на ее предызбранность. Когда девочку окунули в купель, над ней поднялся столб легкого дыма и распространился неземной аромат. Священник сказал, я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят. С самого раннего детства Матрона постоянно молилась, любила стоять на службах в храме, подпевать певчим. С 7 и 8 лет у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. К ней стали приходить люди за советом и помощью. Сначала свои, односельчане, потом из других краев приводили больных. Матрона читала над ними молитвы и многих исцеляла. На 17 году жизни Матрона лишилась возможности ходить. У нее внезапно отнялись ноги. До конца жизни она была сидячей, но никогда не ропталась за своего недуга, а смиренно несла этот тяжкий крест и радовалась миру. Она умерла 2 мая 1952 года. Была похоронена на Даниловском кладбище. Могилка ее впоследствии стала одним из святых мест православной Москвы. 30 апреля 1998 года по богословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II гроб с честными останками Блаженной Матроны был припровожден в Московский Покровский женский монастырь. В 2004 году Блаженная Старица была причислена к лику святых. 23 января в форам иконы Божьей Матери Умилении прибудут мощи Святой Матроны, которым можно будет поклониться и попросить о помощи. К Матроне принято приходить с цветами. После освящения лепесточки можно заварить в чай, добавлять еду, носить с собой и прикладывать к больным местам. Субтитры создавал DimaTorzok